В этом году 70 лет исполняется скалолазанию России Федерация Альпинизма и Скалолазания Якутии два года. За этот небольшой промежуток времени молодая федерация добилась немалых успехов, а скалолазание уже как отдельный вид спорта все больше набирает популярность. И сегодня в нашей студии члены Федерации Альпинизма и Скалолазания Республики Саха-Якутия Галина Кутугутова и Анастасия Верховцева. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые гости. На прошлой неделе, нам известно, прошли республиканские соревнования. Это были первые соревнования республиканского уровня. Приняло участие более 40 спортсменов. Это представители Чуравчинского, Вилюйского улусов и города Якутска. И результатом соревнований стали не только первые, вторые, третьи места, но также и выполнение нормативов на спортивные разряды. По результатам соревнований у нас 5 человек выполнили нормативы на третий спортивный разряд по скалолазанию. И три человека, второй спортивный разряд по скалолазанию. Это большой успех. Ага. Но нам еще известно, была такая информация, что кто-то из ваших получил какой-то разряд первый в Икутии, да? Да, Олег Зверев, член нашей федерации, он в другом городе сейчас, и он выполнил норматив на первый спортивный разряд. Это первый... Здорово, здорово. Конечно же, это очень... Так что мы поздравляем, Олега. И мы тоже поздравляем. Впереди какие планы? Впереди планов много. В декабре, 16 декабря у нас будет третий вид по скалолазанию, третий этап альсбурганских соревнований по виду болдеринг. Тоже ожидается большое количество участников. Ну и, конечно же, у нас будет по традиции уже приглашенный постановщик трассы. Зовут его Дмитрий Шарфуддинов. Это трехкратный чемпион мира, 16-кратный чемпион России. К нам едет очень большой человек. Он проведет тренировки и мастер-классы для нас, для спортсменов, и для детей спортсменов тоже. Также он будет постановщиком трассы на соревнованиях. И вообще опыт привоза, приглашения других спортсменов, других судей для нашей Федерации это большой такой скачок, дает большой опыт. К нам приезжали такие люди, как Маргарита Лисовая, она судья международной категории, в свое время мастер спорта Советского Союза. Александр Шилов, он тоже был в топе 10 по всему миру скалолазов. Дмитрий Углов приезжал. Ну и на фестивале у нас тоже были крутые ребята. Поэтому и каждый раз вот это общение с ними, работа с ними, она дает нашей Федерации большой, огромный опыт. Я, конечно, далек от гор, по мне больше по душе равнины, но где же проходят обычно тренировки, соревнования, где вот эти трассы наши? Занимаемся мы сейчас на скалодроме школы номер 2, это Ярославская 8-1, на третьем этаже, на спортзале у нас там стенд. Ежедневно у нас проходят тренировки 7 часов. Ну, кроме субботы, может прийти просто любой желающий. Не обязательно там через кого-то записаться, просто подойти в удобной одежде, кроссовки, спортивная форма. Все, главное желание. Мне кажется, так опасно и травмоопасно. Нет, смотри, это очень безопасный вид спорта. Вообще, наша Федерация, она не только популяризирует скалолазание и альпинизм, но также она пропагандирует безопасное занятие экстремальными видами спорта. То есть мы учим людей, как правильно себя страховать, как страховать других, какие, ну вот, допустим, если мы лазаем на естественном рельефе, на скалах, на Иланке, да, на полигоне, обязательно, какие должны быть каска, там, какие страховочные системы должны быть. Это все ребята с нашей Федерации, особенно инструкторы, они всему этому учат. Поэтому скалолазание, оно не опаснее того же бега. То есть при беге можно получить даже серьезнее травм. Ну, наверняка сейчас наши телезрители заинтересованы, чтобы записаться, либо записать своего ребенка, куда обращаться. Можно написать нам в инстаграм, art.saha.ru. Ну, или посмотреть на сайте. Да, ну или просто подойти. Детей мы принимаем от 10 лет. Есть спортивные секции детские, которые ежедневно там работают, да. Можно в выходные дни прийти в дневное время с детьми. А взрослые у нас вот с 7 до 9 каждый день, кроме субботы. Да, также у нас проходят групповые занятия. Можно провести день рождения и так далее. Ну, это уже по договоренности. Можно сделать коллективные какие-то тренировки. То есть, ну, вместо корпоратива прийти на скалодром. Попробовать, да? Да. Можно просто потренироваться, а можно какие-то корпоративные соревнования провести. То есть мы открыты к сотрудничеству. Здорово. Так что можно приходить. Ну, нам известно, этим летом инициирован был проект, да, «Чистые скалы, чистое наследие». Как раз-таки цель которого заключается в том, чтобы убрать вандальные надписи, да, на территории парка Ленинской полны. Да, ну, наверное, Настя расскажет, она участвовала в этой числе. Насколько успешно данный проект? Да, ну, как участник вот самого выезда, могу сказать, что это было успешно, потому что наглядно все очень видно. Мы проделали работу от 200 метров по старой тропе. Первый выезд был летом. Выезжали по большей мере тестировать наше оборудование, ну, чем можно почистить и так далее. Сфотографировали надписи, что можно убрать, что нет. Второй у нас выезд был в сентябре. Уже большая группа. Да, уже большая группа людей. У нас было 44 человека. Выезжали, вот, в Федерацию арпинизма мы, Русское географическое общество студенты. На экранах как раз показывают кадры вашего выезда, который был в этом. Ну, и были школьники по программе патриотического воспитания. Были школьники, которые, они, конечно, не работали на опасных участках, они работали в более безопасных участках. Такую более сложную работу делали члены Федерации арпинизма скалолазов. Вот, ну, вообще территория была расчищена большая. Надписи были проанализированы комиссией, которая созвала Русское географическое общество. Туда входили члены Института гуманитарных исследований. Да, Мин охраны природы. Мин охраны природы. И те надписи, которые имеют историческую ценность, их, конечно, мы не трогали. А те, которые вандальные, их все почистили. И результатом очистки будет большая фотовыставка в стенах Национального художественного музея. Да, кстати, уже в эти выходные, да? Уже в эти выходные, в субботу, в 2 часа дня. Мы всех ждем на открытии фотовыставки по Е1 этажа. Выставка бесплатная, вход свободный. То есть целую неделю можно будет прийти посмотреть. Там не только художественные фотографии будут представлены, да, скал? Ну, в общем, как мы работали. Да, как были скалы до чистки, как после. Вообще, да, ну, так что мы всех приглашаем на фотовыставку, приглашаем посетить наш сайт и наши паблики в Инстаграме. И добро пожаловать в Федерацию альпинизма и скалатной республики. Спасибо, девушки, что пришли к нам этим утром. Вам удачного дня, покорять новые вершины. Удачного дня, хорошей работы.